МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лес рубят, погоны летят. Главного лесника страны уволили. А посадят ли? Дивиденды на горе. За лечение атошников взялись аферисты. Вот такими будут главные темы сегодняшней программы. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Вечер добрый. Результат, которого мы все так ждали. Чуть больше часа назад в столичном аэропорту приземлился самолет из Стокгольма. Джамала и вся ее команда, которая привезла Украине победу на Евровидении. Пожалуй, впервые финал конкурса был настолько драматичным. Вроде все и предсказуемо, но неожиданно. Эмоции просто зашкаливали. Явно многие из вас, как и я, смотрели финал, смотрели его до поздней ночи. И в момент, когда на экране с результатами остались только две строки, Украина и Россия. Сердце просто замерло. Причем, если два профессиональных жюри, Москва и Киев, дали друг другу ноль, то сами зрители проголосовали совсем по-другому. Украина дала России 12 баллов, России Украине 10. А Сергей Лазарев, проиграв и выйдя к прессе, поздравил Джамалу, поздравил с победой. Не буду много говорить. У каждого свои эмоции. И по поводу этой песни, и благодаря этой победе. Но согласитесь, вот этого ощущения праздника, которое сплотило бы всех, в последнее время очень сильно не хватало. Как встречали в Борисполе, виновницу этого праздника, знает моя коллега Татьяна Винникова. Вот прямо сейчас она с нами на связи из столичного аэропорта. Таня, вечер добрый. Я прав, что эмоции в этот раз в аэропорту просто зашкалят. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, студия. Действительно, сейчас я в аэропорту Борисполь. И вот буквально час назад сюда из Стокгольма вернулась Джамала. Нам удалось встретить ее просто у трапа самолета. И я могу с уверенностью сказать, что это было что-то невообразимое по количеству эмоций на квадратный метр взлетного пути. Это правда абсолютный праздник, особенно для тех людей, которым удивительно, вот просто случайно посчастливилось лететь с командой Джамалы в одном самолете. Они рассказывают, что начали тихо праздновать, так незаметно, чтобы дать Джамале отдохнуть. Просто поддерживали и родились за Джамалу. Она была очень выслушена. Она была выслушена, что было действительно очень тяжело. И мы все ради победы. Здесь сегодня, в Бориспольском аэропорту, вот кажется, что просто воздух наэлектризован такой радостью победы Джамалы. Пришло какое-то невероятное количество совершенно разных людей. Все старались первыми подарить ей цветы. И вот, если честно, вот эти эмоции, они даже не нуждаются в комментариях. Посмотрите и послушайте сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таня, а сама Джамала что говорит? Вот как комментирует свою победу? Сказала, к примеру, а что чувствует сейчас? Да, вот как раз об этом и хотела рассказать. Джамала рассказала, что для нее и для всей команды это были, наверное, самые сложные дни в ее жизни. Но все они понимали, как это важно не только для них, а вот для всех, для всей Украины. Давайте послушаем, что она сказала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, вот знаешь, сегодня в аэропорту Борисполь произошло какое-то удивительное единение людей, музыки и веры в то, что все еще будет хорошо и всегда можно все исправить. Вот эту надежду людям подарила именно Джамала. Ну, я тебе скажу, что Киев в Киев Джамала привезла не только победу, но и право на проведение конкурса будущего года. Напомню, что в первый и единственный раз Евровидение проходило в Украине в мае 2005-го после победы Русланы. Юбилейные, 50-е, ну вот эти кадры, вы видите их сейчас на своих экранах. Участвовали тогда 38 стран, финал проводили во Дворце спорта. Я изначально даже планировал, что ведущим конкурса будут Руслана и Владимир Кличко. Ну, в итоге боксер просто помогал. График спортивных тренировок взять на себя первую роль ему не позволил, потому что по правилам последние три недели перед конкурсом ведущий должен готовиться и учить текст с утра и до самого вечера. Ну, а вот его брату Виталию теперь, похоже, все-таки предстоит взять на себя ответственность за Евровидение, Евровидение 2017-го. Будут ли конкурс опять проводить в столице? Вот мы сегодня об этом спросили мэра Киева. Город Киев готов и уверен, что все эти дискуссии по поводу других городов не имеют под собой основания, так как город Киев наиболее подготовленный город для проведения таких значимых мероприятий. То задание, которое у нас есть, организация, обеспечение правопорядка, обеспечение инфраструктуры, подвоза гостей, проведение данного мероприятия. Я уверен, что мы выполним данную задачу на все 100%. Ну, справедливости ради скажу, что уже сегодня появились и другие претенденты на Евровидение. Одесса, Херсон, о Львове даже говорят. Пожалуй, в Украине в следующем году можно ожидать не только сам песенный конкурс, но еще и конкурс украинских городов. Ну, интересно только, кто там сможет проголосовать, выбирая место для Евровидения? Только политики или зрители тоже подключатся? Ну, хотя о чем это я? Какие политики? Если Рада кадровые вопросы уже почти 4 месяца решает, то куда им до Евровидения? Все никак портфели депутаты поделить не могли. Новый генеральный прокурор появился только сейчас. Человек, который неоднократно был в этой студии. Ну, вот прямо рядышком со мной здесь справа стоял Юрий Луценко. Может показаться, что и этой теме, и его кандидатуре на уходящей неделе в прессе уделяют слишком много времени и внимания. Но, откровенно говоря, от действий одного этого человека в новой должности зависит чуть ли не больше, чем от всех депутатов вместе взятых. Сами понимаете, коррупция для Украины уже 20 лет. Проблема номер один. Как Рада голосовала за нового генпрокурора и какие условия выдвигала, своими глазами видела наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. День за днем, а все о том же. Прошла зима, весна, вот уже и лето на подходе. Но это за парламентскими окнами. Сезон меняется сезоном. А тут под куполом он, похоже, один. Кадровый. Кресла с февраля делят. Одного только яйценюка. Сотоварищи два месяца уходили. С горем пополам ушли, но одну из ключевых вакансий, генпрокурорскую, заполнили только сейчас. По сути, это не был вопрос, кто возглавит прокуратуру. Понятно, что у Луценко. Вопрос, как ему зайти в главный кабинет ГПУ. Нужно было менять закон, но перед майскими голосование провалили. На старте этой недели еще один провал. Голосов не хватило, впрочем, как и за многие другие инициативы. Забрать депутатов в зале важно будь-якого дня. За эту логику нужно собраться, проголосовать, что мы не способны принимать решение и пойти на выборах. Так? А сроки поджимают. Попытка номер три была в четверг. И традиционной медлительности, как и не бывало, за день написали новый закон, за час утвердили в профильном комитете, уже утром вынесли в зал, всего за полчаса обсудили, хоть и спорили. Абсолютно неслушна норма, что такие посады могут заниматься люди, которые не имеют высшей юридической области. Кто сейчас за то, чтобы голосовать за реальную измену Генпрокуратуры, натисни кнопки, ганьба тем, кто сейчас не хочет голосовать за новые изменения в Генпрокуратуре. Но в этом случае все споры, больше декорация, ну просто чудеса оперативности. Закон приняли, тут же подписали и тут же отправили в печать. Даже спецвыпуск парламентской газеты тут же появился. Чтобы даже его Нью-Йорк Таймс носа втерти. Ну, это, конечно, смешно было, но очевидно, что была подготовлена верстка. И когда закон уже был ухвален, его просто вот там, видите, вставили на эту страницу. Я знаю просто, как это делается. Хватит тянуть с важными решениями. Это уже президент упрекнул заекравшихся в кадры политиков. Два месяца прошло с тех пор, который был отправлен в отставку Виктор Миколаевич Шокин. И мы не имеем возможности, и мы не имеем возможности дальше ждать. Поэтому я в ту самую хвилину подаю кандидатуру Генерального прокурора. И этим Генеральным прокурором будет Юрий Витальевич Луценко. Мне очень неприятно, что через меня было внесено поправку в действующий закон по прокуратуре. Я безумовно считаю, что это не совсем правильная практика. И никогда бы на это не пошел. Если бы смог найти человек, в которую поверил президент парламенту общества, что он может разрушить нынешнюю, неэффективную, а часто злочинную систему, и имеет больше желания, что это сделать, чем я. Кто за, кто против, лозунги с трибуны звучали разные. Но результат один. Парламент благословил на должность Юрия Луценко. Можем, когда хотим, делились депутаты, покидая заседание. Но уже утром следующего дня опять привычная картина. Пустые кресла и такая же пустая повестка дня. Тут два варианта. Або после голосования по закону про Генпрокуратуру и Генерального прокурора. Мы начинаем рассматривать в таком же темпе все экономические решения и ухваливать, в том числе и социальные. Тогда, я думаю, никто не будет тикать пальцами, заявлять, на какой основе окремые закони мают зеленую улицу, а другие, важливые, мают червоне светло. А еще забыли о бюджете, который еще в январе божились изменить. Но на календаре давно уже, как май. Мы будем настаивать, чтобы на ближайших пленарных заседаниях от был внесен в зал. Законопроект по изменению бюджета предполагает перераспределение 94 миллиардов гривен на повышение социальных стандартов и расходов на медицину, финансирование регионов и на образование. Мы требуем в этом законопроекте, этим законопроектом увеличение минимальной пенсии до 1526 гривен и минимальной зарплаты до 1948 гривен. Это нужно сделать немедленно. Но с нынешним созывом немедленно даже самые важные вопросы не решаются. Кадровые назначения лучший тому пример. А еще на одной только этой неделе заседание дважды закрывали досрочно, просто потому что в зале нет депутатов. Четыре подряд законопроекта снимали, потому что в зале отсутствовали даже докладчики и их заместители. Такого еще этот зал не видел. Второй день подряд закрывает досрочно работу Рады. Я могу сказать только одно, что депутаты уже фактически либо на выборах, либо не в зале. Батьковщина вважает, что права цей парламент на существование в таком виде просто не имеет. Он требует завершить свою работу и в стране требуются новые демократические, честные выборы. Сможет ли этот парламент избежать их и реабилитироваться? Шанс есть, но времени снова мало. Ровно два месяца, всего пять пленарных недель, после которых опять каникулы. Вот только вопрос, что возьмет вверх. Оперативность, как при голосовании Полуценко, или неспешность, которая в этом зале пошла в привычку. Екатерина Лысенко, Сергей Бедмить, Иван Нашкиндер. Подробности недели. Телеканал Интер. Если для Юрия Луценко в качестве нового генпрокурора отчет теперь только начался, обычно вопросами о первых результатах ведь интересуются спустя месяц, то для нового правительства Гройсмана первый рубеж уже пройден. В должности он уже ровно месяц. Проголосовали за этот кабин, помните, 14 апреля. В тот же день и премьера его команда заняли кабинеты на Грушевского, и вот как раз на этих выходных 30 дней. А значит, можно говорить, если не об итогах, то хотя бы о приоритетах. Сам Владимир Гройсман назвал их на днях. Это навести порядок с тарифами, покончить с коррупцией на таможне, а еще заняться дорогами. До конца мая должен быть сформулирован четкий пошаговый план всех остальных реформ. Но эти три первые, без которых все остальные, скорее всего, просто невозможны. Ну и о дорогах, которые премьер-министр Гройсман называет одним из приоритетов нового правительства. Поговорим прямо сейчас с гостем. Да, вечер добрый, проходите, пожалуйста, в студию. Министр инфраструктуры Владимир Амельян к нам подъехал. Вечер добрый, дякую, что приехали. Добрый вечер. У нас такой день уряду сегодня. Это прекрасно. Да, знаете, добрый хоть на день радио, как там жартуются. Скажите мне, ну, две беды, знаете, там старое приселивание, дорогие дороги. Чи вдастся хоча б з дорогами розібратися новому уряду, уряду Гройсмана? Ви знаєте, у нас дійсно тяжкий спадок. Майже 170 тисяч км доріг, з них за роки Незалежності і до Незалежності України 90% були проведені в безнадійний стан. Ми це бачимо кожен з нас щодня. Завдяки діям уряду Яценюка в минулому році, в цей рік має безпрецедентный бюджет в історії України. Більше 19 млрд грн на відновлення українських доріг. Тому уряд, і це вже заслуга безпосередньо пана Гройсмана, пріоритетом номер один поставив питання відновлення українських автомагистралей. Від того, що у нас погані дороги, страждає і економіка. Ви знаєте, у нас з цього приводу якраз є статистика. Давайте ми просто з глядачами подивимося і зможемо обговорити. Залістю. Ну, ми підготовили ті цифри, які є в нашому розпорядженні, є в розпорядженні експертів. Ну, діло в тому, що українські дороги, ви самі це знаєте, практично вже превратились в направління. Вот в самому «Укравтодорі» называють буквально чудовищні цифри. Мол, 97%, ну только представте, 97% дорог в ужасному состоянию. Із-за цього потери України в цьому і будущому року, ну вот только що ми з министром теж об цьому говорили, до 120 млрд грн. В целом же, експерты подсчитали, що з-за плохих дорог Україна кожний год теряет около 30% ВВП. Ну і в інтернете даже вот сейчас інтерактивна карта появилась. Не тільки карта направлений, не тільки навігатори, которими ми с вами пользуємся. Це карта, де поміщена, де запланировані ремонтні роботи, а де на самом деле ведуться. Ну вот гляньте, жовті значки, міста, де трасси планирують сочинить, ну, если честно, не густо. Якщо б на цій карте плохі дороги отметили красним, ну, к сожалению, вся б она була красна, але вот помітки оранжевым, їх совсем не багато, те міста, де просто сьогодні йдуть дорожні роботи. Ну, причем часто не масштабні, а просто ямочний ремонт. Давайте розберемся, ну вот дійдуть ли руки до всього, що запланировано, і напомню, говоримо об цьому з министром інфраструктури. Добре, наскільки великі обсяги зрозуміло, наскільки велику суму закладу в бюджет ВИЗа рассказали, ну, дійсно, великі гроші. Можна я вас відверто запитаю? Ну, те, що наші рядачі просто подумали. Покупимося відверто. Чи не вкрадуть, чи не розкрадуть ці гроші? Ми віримо, що ні. Ми віримо, що цей рік стане переламним як і в підході до робіт, так і підході щодо якості і контролю використання цих коштів. З цією метою у Картодорі створена моніторинговая группа, яка відстежуватиме всі тендерні закупівлі, якість виконаних робіт. Міністерством створено мобільні групи, які будуть пересуватися неочікувано без графіків по країні, перевіряти, що відбувається. Більше того, робочою групою при Міністерстві буде створена інтерактивна карта, де кожен бажаючий, проїжджаючи дорогою, яка ремонтується, або просто в занедбаному стані, зможе зняти відео і розмістити з геотегом на цій віртуальній карті, щоб при режимі онлайн спостерігати. Практично така сама, як ми на гулі побачили, тільки це буде ваш проєкт. Але це буде з відеозйомкою, в реальному часі, з реальними фотографіями, а не просто умовно, скажімо, там позначено на карті поганий чи добрий стан. Більше того, прем'єр-міністр провів велику монараду за участю депутатського корпусу. Є чітке бажання, щоб переламати ситуацію, нам необхідно змінити абсолютно підходи. Тобто має бути створений дорожній фонд. Має бути децентралізація Украфтодору, сьогоднішнього неповороткового монстру, який з'їдає масу грошей платників податків. Це має бути невелика мобільна структура. Ці зміни ми сподіваємося допрацювати, бо вже багато що є зроблено і минулого року, власне допрацювати впродовж літа і під час осінньої сесії в парламенті їх прийняти. Якщо нам дасть це зробити, Україна отримає абсолютно нові дороги, абсолютно іншої якості протягом найближчих 2-3 років. У нас відверта розмова, я теж відверто запитаю. Кожен уряд, коли приходить, він ділиться планами. Ну а потім, як виїжджаєш на розбиті дороги, так і виїжджаєш. Коли люди відчують, що дійсно взялися серйозно за шляхи? Цього року буде зроблено чимало. Це вже теж має бути помітно для українських громадян. Я сподіваюся, що ми успішно проведемо ямковий ремонт. Хоча це, знову ж таки, український ноу-хау. В будь-якій цивілізованій країні світі, якщо полотно пошкоджене суттєво, воно перекладається повністю капітальним ремонтом. В найгіршому випадку, або будується новий шлях в кращому випадку. Я вірю, що якщо будуть зроблені системні зміни, власне, прийнятий державний фонд дорожній, якщо буде децентралізований Украфтодор, ми зможемо побачити якісні дороги в Україні протягом найближчих декількох років. Дякую. Ну, в принципі, детально з цим розібралося. Є ще одна болєва точка. Я сьогодні з гостями намагаюся спеціально про такі болєві точки говорити. Це ситуація із далекобійниками, і, в принципі, ситуація з підходами, коли люди, вирішуючи певні проблеми, просто беруть, перекривають шляхи. Давайте подивимося. У нас є просто зараз зв'язок з Одесою. Так, там є наш корреспондент Андрей Анастасов. І так, просто хочу зрителям напомнить, що, ну, наверняка, ви следили за цим в новостях. Несколько днів була перекрыта одеська трасса. По встречці, якщо легковушки проїжджали, то із грузовиків образовалась многокилометрова пробка. Що відбувається на одеській трассі? Ну, давайте прямо сейчас узнаем. Андрей, да, якова у вас сейчас ситуація? Дальнобойщики все же разблокировали магистраль. А машины, которыми они фактически перекрыли три полоси движения, просто-напросто развернулись и уехали обратно в київском направлении. Возможно, чтобы там перегрузить свой товар в другие машины и уже вернуться. Напомню, что сама эта импровизированная акція протеста продолжалась со вчерашнего утра. Почему дальнобойщики перекрыли трассу? Дело в том, что таким образом они протестовали против новых правил, которые ввело правительство. Обязательный контроль веса грузовиков. Перегружены ли они и, если так, то разбивают ли они таким образом дорожное покрытие. Дело в том, что если бы дальнобойщики решили все же пойти вот на эту процедуру взвешивания здесь на весах, то, скорее всего, весы бы показали, что их машины тяжелее допустимых 40 тонн. А значит, пришлось бы платить большие штрафы в несколько тысяч евро. А таких денег у водителей нет. Вообще же, среди претензий, которые они предъявляли к чиновникам, такие, например, то, что их чиновники не предупредили заранее о том, что на украинских дорогах начнутся такие проверки. Мы просим наше правительство, чтобы дали нам окно, чтобы мы доехали домой. И мы просим и обещаем, что мы больше не будем ездить с перегрузами. Мы тоже за то, что надо сохранять структуру наших дорог, потому что нам по ним ездить. Но так случилось обстоятельство, мы 25 лет ездили, а тут попали в такую ситуацию. У нас сейчас в студии министр инфраструктуры, человек, который за дороги отвечает. Есть ли вопросы, которые интересуют тех, кто сейчас где-то рядом с тобой, за твоей спиной огромная череда фур? Что бы они хотели знать? Задай этот вопрос. Господин министр, предлагали ли вам или вашим подчиненным взятки для того, чтобы прекратить борьбу с таким перегрузом на машину? Ну, давайте ответим, потому что на самом деле явно уже буду спокуляться. Вы знаете, наиболее мою работа это, когда ты предлагаешь и бизнесу, и гражданам, и всем тем людям, которые звикли заработать на государстве, что, ребята, мы работаем прозорно, мы строим эффективную систему с равным доступом для всех, без исключения. Все не верят. Они вважают, что это создается как раз черного схема, так и имени кого-то другого. Так вот, я хотел сказать всем абсолютно чеширо и отверто. Мы повертаем контроль на дороги. Поблажок никому не будет. Про это было известно всем. То, что это какие-то новации, это фальсификация, это неправда. Норми законодательства действуют уже давно. Просто раньше держава на это дивилась, так опустивши очи, чем пользовались перевозники, возили себе, как хотели. Я бы хотел навести всем приклад, он будет абсолютно зрозумимый, Беларуси. Мы все сейчас говорим, ах, какие в Беларуси хорошие дороги, какие там чудови автобали. Но порядок на дорогах белорусских начался, власне, с вагового контроля. Когда было жестко заборонено перевантажение ваговых автомобилей. Когда были введены величезные штрафы. Тогда, только когда эта система работает эффективно, началось восстановление белорусских дорог, строительство новых. Без этого, посмотрите на эти ямы, это вот такие, знаете, маленькие фрагменты. Повдень Украины знищенный не в последнюю чергу, а, возможно, в первую чергу, власне, с этими величезными автобусами. Рекорд минулого года 130 тонн в порту. После этого машины дороги нет вообще. Поэтому мы еще раз наголошуем, что эти нормы будут действовать для всех одноково. Мы специально начали контроль, пока что выборковый, у нас тоже есть обмежения и по технике, и по грошам. Выборковый в трех областях Певденних. Не в сезон, когда есть пиковые навантажения на трассах Украины. Пояснюючи всем, что навантажения больше 40 тонн дорогами Украины и ездить больше не будет. Ну, добре, давайте тогда еще одну тему сгадаем. Ну, знаете, на сегодня много какого-то приемных приводов поговорить. Первое, это Джамала, когда мы начали с этого выпуска. Мы встречали ее в аэропорту. Ну, действительно, велика подія для Украины. Дивилися? Ну, конечно. На жаль, я смотрелся только в конце ролика после того, но я хотел Джамала сердечно привітать. Я тоже особисто знаю, знайомый. И, вы знаете, Джамала, это еще раз пример того, что мы можем. То есть, если мы хотим, и мы профессиональными, не только патриотами просто, потому что у нас был и гурд Гринджоли, так? Но не только патриотами, но и профессионалами мы можем помогать. Ну, у меня просто есть еще один пример того, что мы можем. Это Мрия, которая приземлилась именно сегодня в Австралии. Ну, у нас есть просто картинка. Давайте посмотрим, как это все происходило. Австралийский перц. Приземлился легендарный Ан-225. Мрия. Самый большой и самый мощный самолет в мире. Первый коммерческий рейс украинского лайнера. Первый коммерческий рейс на зеленый континент, имеется в виду. Прилетел в самолет в Австралию. Привез генератор весом, но только представьте, 117 тонн. Ну, далеко это не предел, насколько я понимаю, для нашего транспортного самолета. Вот эксперты говорят, до 250 тонн способны Мрия взять на борт. Вылетел самолет 10 мая. По пути сделал три технические остановки. Ну, в общем, в общей сложности более 15 тысяч километров украинские пилоты преодолели. Сообщают местные СМИ. Вот наша международная редакция читала и местные СМИ, смотрела местные новости, необычайный интерес у австралийцев посмотреть на посадку. Несколько десятков тысяч человек собрались. Вы следовали за этим полетом? Вы знаете, на жаль, особисто я не следовал за ним, но я знаю тот ажиотаж, который вызвал в Австралии пролет украинского летака. Вы знаете, еще и на фоне Австралии, на фоне Евробачения, на фоне всей этой ситуации, и снова Австралия и Украина, как-то так, заткнение. Я очень тишусь из этого. Это еще одно подкраснение того факту, что Украина – это страна победителей. Это страна людей, которые умеют все сделать, особенно если им не заважают, а сприяют. И, власне, нужно забыть о том, что мы что-то не можем. Мы можем все. Мы имеем чудовых людей, гениальных конструкторов, прекрасных работников, которые втиливают эту мрю в металле. Нам нужно просто это делать. Ну и чудово думать для того, чтобы поставить на Тему крапку. Я дякую, что пришли, дякую за ваш час. Министр инфраструктуры Владимир Амелян был в нашей студии. Вы знаете, в последнее время мне приходится сообщать вам и неприятные новости. Ну, жизнь такова, что уж делать и говорить о политике, говорить о проблемах. Ну, а вот сегодня действительно хороший день для того, чтобы сообщить новости приятные, новости, которых многие из нас так долго ждали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тянулись сутками к границам Украины и к портам. Понятно, что все это было незаконно, понятно, что все это было контрабандой и приводило к тому, что украинские Карпаты лысели. Не без выгоды для чиновников. Ну, а что дальше? Закончится ли это все только увольнением, пусть и громким? Будут ли посадки после этой и других отставок? Все это выяснял наш спецкор Роман Бочкала, журналист, который в том числе и для подробностей недели снял не один сюжет о лесном беспределе. Вот и официально, наконец, заявили о варварской вырубке украинских лесов. Рубят лес действительно остервенело, как в последний раз, как будто завтра все закончится. Изменит ли что-то увольнение главы Национального агентства лесного хозяйства? Ничего, если не поменять систему, не разрушить коррупционные связи, в которых погрязли лесники, экологи, пограничники, таможенники. Для всех них лес – это просто ресурс, товар со своей рыночной стоимостью, а не легкие страны, как нас учили в школе. Вот, например, недавний мой материал – Львовская область, Национальный парк. Само название предполагает, что рубок здесь быть не может, территория заповедная. Но спасибо экологам, все рубки санитарные, то есть вроде как на пользу лесу. Если раньше они были выборочными, там деревце сгнилось, здесь, то теперь стали сплошными. В июле прошлого года вступил в силу десятилетний мораторий на экспорт леса в необработанном виде. То есть кругляк вывозить нельзя. Контрабандисты в ответ ехидно улыбнутся. Яркий пример недавно произошел в Закарпатье. Там активисты задержали целый состав леса. Поезд направлялся в Венгрию. О чем это говорит? Да о том, что с пограничниками и таможенниками все порешали. До чего дошло? Здоровый нераспиленный лес проходит по документам, как дрова. Это чтобы таможенники имели полное, законное, так сказать, право не замечать очевидное. Так ведь всем проще. Вот, посмотрите, Черновицкая область – это все так называемые дрова. Ну что там черновцы? Лес не гнушается пилить даже в Чернобыле. Такими темпами, как сейчас, через несколько лет, зона отчуждения станет пустыней. И вовсе не из-за радиации. Недавно я был в Америке. Примерно в таком же национальном парке, как тот, что во Львовской области. Только рубок в нем нет. Особенно меня поразила табличка с текстом, в котором местные жители извинялись перед лесом за то, что когда-то давным-давно рубили его, оправдываясь, потому что не из чего было построить дома. И пообещали больше этого никогда не делать. А у нас кто-то извинится. Впрочем, еще немного, и извиняться будет не перед кем. А то, что начальника у Кырлеса уволили, это, конечно, хорошо. Но мало. Уголовных дел пока нет. Не говоря о судебных решениях. И очень не хотелось бы, чтобы одних коррупционеров заменили другие. Случится ли так, что одних коррупционеров заменят другими? Поговорим далее с Дмитрием Добродомовым. Вечер добрый. Добрый вечер. Наш гость, секретарь комитета Верховной Рады по предотвращению борьбы с коррупцией. Ну и, что самое главное, инициатор законопроекта о запрете вывоза леса. Сколько уже закон, я так понимаю, он подписан президентом? Сколько он действует уже? Да, уже майже півроку. Майже півроку уже діє. В Индии, так, это заборона на вывез, власне, лесу Кругляко на 10 лет. Это касается как ценных поред, так и сосны. И, власне, в этом и есть огромная проблема. Потому что это, что произошло на Закарпатті, там, в Чернівстях, там, у Львівской области, это не только ответственность тех, кто вырубает эти леса. Это ответственность податковой, это ответственность, вештою, митнице, так, это прямая ответственность того самого пана Насірова, который досі не может пояснить походжение своих двух лондонских квартир. А, натомість, еди на лондонский саммит антикорупційный, так, где его помітили, и чем он, на самом деле, сганьбив страну, потому что иноземные журналісти ему задавали один единственный вопрос, так, чому он сам порушает законодавство в своей стране. Дмитрий, я хотел запитать, ну, дивитесь, если уже закон есть, если это, что делается, эти страшные вырубки, это уже порушение закона, и все равно вырубают, ну, что еще нужно сделать, ну, для того, чтобы это остановить? Ну, наразі треба отзначити, что уряд принял правильное решение, и это треба поддякувать, в первую очередь, Гостапа Семераку, министру, который сейчас, что-найменее, призупинен в так называемой... Новом министре экологии. Так, новом министре экологии, так называемой санитарной рубки, где есть основная коррупционная складова щодо вырубки лисов под вглядом санитарных рубок, ну, а другая, это переправление уже через кордон, основные постачальники, то есть, принимающая сторона, это Китай, до речи, Туреччина, ну, Польша и другие страны Схидно-Европы. А сколько заработали на этом? Вот цена питания. Цена питания умирилась сотнями миллионов долларов, все треба чётко понимать, и самым это мотивировало и меня инициировали этот законопроект, который подписали, в том числе, и тот же глава комитета экологических проблем, это Микола Туменко, там, Виктор Галасюк, активную участь взяв в цьому законі, и как раз мы забрали, головное, мы забрали инструмент, власне, цих противоправных действий, корупційных схем, але плюющий зараз на закон, все одно це намагаються зробити. У меня питание очень простое будет до нового генерального прокурора Юрія Луценко, ось конкретная справа, ось конкретно его подлегли, мали бы зараз порушить криминальные справа, не просто обмежитися звільненнями, у нас це зазвичай буває, так, когось піймали не в той час, не на тому місці, так, його звільнили, натомість він собі набив кишені грошима, і в цей час абсолютно собі спокійно розгулю на свободі, і за ці самі гроші купляє собі якусь нову посаду в сусідній області, можливо, навіть аналогічну. Ну, знаєте, я про Луценко якраз хотів з вами ще проговорити, важливе призначення, мені цікава ваша думка. Давайте зараз сюжет подивимося, просто є ще одна тема, про якуну можна сказати на тему тижні. Тема, которую нельзя обойти, если о коррупції говорить. Эти два года после Майдана, когда громких обвинений было намного більше, чем смелых реформ, вот на удивление. Кабмин Яценюка, только ленивый, не обвинял в злоупотреблениях, причем на десятки миллиардов гривен. И с этими злоупотреблениями придется разбираться. Придется разбираться, конечно же, и вот новому генпрокурору Юрию Луценко. Елена Зорина о масштабе коррупции. Тест на коррупцию, испытания миллиардами. Его проходит любое правительство. Кабинет министров, камикадзе, реформаторов не стал исключением. Обещали много, часто. А что же получилось в итоге? Тома документов, тысячи проверок, громкий коррупционный скандал прошлого года, хищение на миллиарды. Открыл ящик Пандоры тогда еще главный ревизор страны, глава госфининспекции Николай Гордиенко. Он заявил старые схемы реформаторам нового времени не чужды, когда дело касается госпредприятий. Откаты и заработки даже, казалось бы, на мелочах, оплате страховок, топливо, охраны. Вот откуда отрезали куски бюджетного пирога. Проверки ревизоров показали больше всего убытков. В нафтогазе более 2 миллиардов гривен. В энергоатоме исчезли полтора миллиарда. В Укрзалезнице растворились 300 миллионов. В Укрпочте 60 миллионов. Да из-за самого Минфина страна недосчиталась более полумиллиарда гривен. Чиновники без необходимости вгоняли государство в долги. Брали кредиты, платили чрезмерные проценты и комиссии. Всего убытков на 7 миллиардов гривен. Почти половина финансовых потерь приходится именно на Кабмин времен Арсения Яценюка, так утверждает Николай Гордиенко. После обнародования резонансного расследования он попрощался с должностью. Сейчас восстановлен по решению суда. Но кабинет занять ему не дают. Сумоизбитки набагато, они не уменьшили. Они, наоборот, росли в геометричной прогрессии. Открыто 2070 криминальных проваджений. Чему эти справы не расследуются, я не могу ответить к вопросу. Бумагами Гордиенко заинтересовались депутаты. Создали даже рабочую группу. Результат парламентского расследования был направлен в Генпрокуратуру. Все эти факты коррупции уряда Азарова, Яценюка, они подтвердились нашей рабочей группой. На жаль, никакой копейки назад до государственного бюджета не повернуто. Никакого коррупционера не покарано. Тогда премьера Яценюка грозились даже вызвать на допрос. Но история продолжения не получила. На останок я просил бы сегодня еще принятие важное решение. Это облаштование государственного кордона. Миллиарды в землю. Грандиозный проект «Стена» или «Европейский вал». Он должен вырасти между Украиной и Россией. 2000 километров. Стена должна пройти по границам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Противотанковые рвы. 4 на 2 метра. Земляной вал и двухметровый металлический забор с колючей проволокой. Плюс наблюдательные вышки и так называемая начинка. Оборудование, которое будет вовремя выявлять противника. Стену обещали построить с тахановскими темпами. Сначала за полгода, затем за три, а теперь уже думают за четыре. А что же есть? Сто километров забора, две сотни километров рвов и несколько вышек. Оценили проект в 150 миллионов долларов. Вышел якобы в разы дешевле, чем планировали. Но это на первый взгляд. Треть суммы по разным оценкам ушла налево. Секрет в цене бетона и проволоки. Напишут, допустим, марка бетона будет B7,5 стандартная, но напишут специальный бетон. И цену поднимут в два раза. Потому что это специальный объект. Арматура будет, допустим, тоже специальная. Полковник запаса Жданов говорит, масштабные проекты это всегда лакомый кусок для тех, кто хочет нагреть руки. Никаких тендеров, кто участвовал в этом тендере, какие компании выиграли, какие стоимости. Это тайно покрытая мраком. Откаты, бывает, достигают половины того, что выделило государство. Стоимость стены впечатляет. На эти деньги можно построить четыре стены между Грецией и Турцией. Правда, там протяженность всего 10,5 километров. Ну или десятую часть израильской стены. Но там длина втрое меньше, чем у запланированной украинской стройки века. Но даже в Израиле стену возводили 10 лет. Потрачены сотни миллионов долларов, однако стены нет. Есть вопрос по столбикам, которые мы хотели демаркировать границу. И стоимость каждого пластикового столбика была оценена почти в 10 тысяч гривен. Очень много вопросов есть к тому правительству. Суммы, которые даже невозможно представить, запутаешься в количестве нулей. А они исчезали из бюджета, словно песок сквозь пальцы. В самом Кабмине как-то проговорились налево. Ежегодно уходило 50 миллиардов гривен. Главная хитрость в государственных закупках. И вот самые хлебные отрасли. Медицина, Министерство обороны, тоже достаточно распространенные схемы. И питание, и вещевое обеспечение, топливо. Схемы стали более изящными, иногда не придерешься. Никто уже не бери и не дает хабрив в конвертах, в чемоданах. То есть это происходит такими уже новыми методами, когда, например, происходит тендер, все хорошо, по документам все прекрасно. Сейчас открываешь компьютер, видно, что и у кого покупают министерства. Правда, громкие истории ушедшего правительства отгремели и затихли. Но вот непонятна роль самого бывшего премьера в скандалах, пока это скрывается в тиши кабинетов следователей. Что касается нового генпрокурора, то он, еще будучи народным депутатом, заявил о том, что нужно бороться с коррупцией в прошлом кабмине. Сказал об этом в одной из самых ярких своих речей. Произнес он ее в парламенте 16 февраля, когда рассматривался вопрос об отставке кабмина. Это было эмоционально и, если говорить об обвинениях, то очень весомо. Давайте вспомним. Это сотни миллионов, которые не получают государственные кишени, за это золотые яйца получают кто-то, направленный партиями. И не скажите мне, что там представители всех полицил. Перед вами стоит Луценко. Я был на двух майданах, я сидел в тюрьме, мой сын был на войне, мне байдуже, какая політичная сила крадет. Гоните всех! Ситуация на митнице. Кто про нее еще не слышал за этот год? У меня в руках официйные документы, разница между тарифами Киевской митнице и Киевской областной митнице. На Киевской областной митнице, благодаря к занижению тарифов от государственного уровня, идет переток товаров. Держава недоотримала лишь за грудень миллиард гривен. Знову появились люди Калетника, знову появились люди Тараса Козака, от которого памятная вся Захарная Украина. Это, пановые урядовцы, причина, почему учитель с 40 годами стажа отримает 2200 гривен в месяц. 2200 гривен, потому что у вас миллиард под носом в Киеве крадут в один месяц на одной митнице. Напомню, что у нас просто ясность была, вот эту очень эмоциональную речь Юрий Луценко произнес 16 февраля, когда рассматривался вопрос об отставке Кабмина. С Дмитрием Добродомовым мы эту тему обсуждаем. Скажите, а чого ви чекаете від Луценко? Ось гучні заяви, в принципе, він щиро принципова людина. Те, що він озвучивав, він же і буде розслідувати? Ну, очевидць, в нього немає іншого варіанту це робити. Тут ми йому перші помічники, незважаючи на те, що були противниками самого способу його призначення. Але це вже історія, яка згодом всіх розсудить. Але тепер до конкретних справ. Перше, що б він мав зробити, що б я зробив на його місці, це вичистити генпрокуратуру від людей Шокіна, безперечно, які гальмували всі ці справи. З тим ми стикнулися якраз в межах робочої групи з розслідування звинувачень в корупції уряду Яценюка. Я нагадаю, тоді було відкрите 12 кримінальних справ. По основних з них на сьогоднішній день не відбувається жодних дій. По Укргазоводобуванню, Укрзалізниці, по Укрпошті, Енергоатому навіть не оголошені підозри. Так, по вугіллю, спар там оголошена підозра. І по продовольчій компанії зерновій. Але це оголошена підозра, це заочне судочинство щодо Богатирьової. Там фігурує Богатирьова. І питання якраз стоїть в тому, а яким же чином проводити ці зараз розслідування і хто власне їх буде проводити. Старий склад генеральної прокуратури точно їх не буде робити. І якраз мене дуже занепокоїли під час виступу Луценко вже як із цінового генерального прокурора, коли він сказав, що він обов'язково доведе до кінця справу проти Майдану, і це правильно. На корупцію режиму Януковича. І ані слова не сказав про новітню корупцію, зокрема і про ті гучні кримінальні справи, які стосуються діяльності попереднього уряду Яценюка, де дійсно зникли десятки мільярдів гривень. Взагалі, генпрокуратура до Луценко – це повний жах. Якраз зараз я отримав останню відповідь про те, що гучна кримінальна справа, знову ж таки, пам'ятаєте, про розкрадання з межі гір'я цінностей, які залишують після Януковича. Зокрема, і про золотий батон на сьогоднішній день, ще датовано 15 грудня минулого року, закрита за відсутністю складу злочину. У мене дуже просте питання. Виталі, Виталі, чекайте, тобто давайте зафіксуємо, щоб просто глядачі зрозуміли. Знаменитий золотий батон. І не тільки, там куштовності, картини, машини. Ага, символ розкочів Януковича. Тобто справу закрили. Закрили за відсутністю складу злочину. Тепер два варіанти. Або ані цього батону, ані цих куштовностей, яких бачила ця країна, не було. Або не було ані батона, ані Межгір'я, ані Януковича. Або треба покарати тих, хто закрив справу за відсутністю складу злочину, поза як ці речі не повернуті, так, в державу. Ось, розумієте, і це є засаднича проблема діяльності прокуратури, яка була до Луценка. Я, насправді, вірю в те, що він розпочне ці розслідування. Але, що заважає, наприклад, сьогодні вже прем'єр-міністр Гройсман? Далі Насіров, про ті всі, які очолюють Державну фіскальну службу, під якою є переймом підпорядкування митниці. Де всі ті люди, про які говорив Луценко. Що заважає зараз Насірова, на якому вже нема деклима ставити за його корупційні діяння, просто для початку звільнити, раз, і почати розслідувати кримінальні справи, починаючи від того лісу, про якого ми з вами починали розмовляти, так? Дивіться, просто. І завершуючи цими зложиваннями на митницях. Я вас хотів ще запитати просто коротке запитання про Гордієнка. Ну, я просто пам'ятаю цю людину, він був тут в студії, от просто зліво від мене стояв, і він тоді практично один з перших ефірів. Це були подроби ці тижні, він озвучив всі ці висновки круг. Це було понад рік тому? Це було понад рік тому, я наскільки пам'ятаю, його звільнили, потім говорили, що це все неправда, те, що він наговорив. Та ні, ну як, навіть тоді, а якраз тоді в цей час прийшов Шокінг зі своєю командою. І його заступник, і нині діючий заступник Столярчук в нас на комітеті підтвердив, що на один мільярд вже слідчі прокуратури, прорушуючи кримінальні справи, знайшли ці зловживання. За короткі терми, знайшли на мільярд справи, не пішли. Більше того, зараз у наших руках є подання, зроблене, повністю проведене розслідування і підготовлене подання на зняття недоторканності, наприклад, пана Бойка. Теж питання до пана Луценка щодо того, чи це подання з'явиться в парламенті, наприклад, у цього наступного, те, що буде сесійного тижня. Щодо пана Гордієнка, то він, до речі, виграв всі суди, в тому числі і Вищий суд, і має бути негайно поновлений на роботі. Що робить же уряд Гройсмана? В супереч Конституції, в супереч неприйнятому законопроекту, переименовують Держфінанс-інспекцію в аудиторську службу, куди переводять потрібних працівників, не всіх, які вже отримали навіть аванс в травні і перед святами. У мене два питання. На підставі якого закону, неприйнятого парламентом, створена ця аудиторська служба, це перше питання. А друге, на підставі якої стрічки бюджету вони отримують гроші, якщо такої стрічки в бюджеті не існує. Ось вам прийме пробушення. І ось, знову ж таки, робота для нового генерального прокурора. Тобто, по великому рахунку, ну просто підбиваючи в підсумок нашої розмови, ви вірите в зрушення, яке зможе зробити Луцянко? Я би дуже хотів в це вірити, і я перший, перший, і коли побачив, що ці скримінальні справи з нормальною доказовою базою всі, щодо не лише режиму Януковича, що не лише майданівських справ, але і щодо новітньої корупції, зокрема, і в уряді Яценюка, дійдуть конкретно до суду. Тоді я перший вийду на Трабуну Рахунну Раду, і вибачу за те, що я не підтримав Юрія Луценка в той спосіб, я вважаю, антизаконним, яким це було зроблено, і неправильним. Він сам говорив, що йому він не подобається. Його призначення. Річ в тому, що, ну, безпечно, такі речі робити не можна, але якщо це виправдає результат, можливо, тоді я особисто змінюю свою думку. Ну, давайте сподіватися на результати, так дуже хотілося б результатів, а не тільки, знаєте, цих розмов кожного разу, коли змінюється влада, там, або у силові Київ, або уряді. Дякую за розмову. Дякую. І зараз, я наскільки розумію, да, колеги, ми повинні на рекламу йти. Ага, ну, є ще нескільки минут, тогда я хотів би сказати о том, що лучшим образом настроення людей відносительно всього того, що ми наблюдаємо, вже 2-й год підряд, іллюстрирують соцопроси. Ну, в частності, один мені в студію принесли, провел його центр Разумкова. На цей неділе задався вопросом, як би голосували українці, якби вибори в Верховну Раду вбіжілися в ближайші часу. І вот, який результат получили. Посмотрите. Практично 9% избирателей проголосували би за оппозиційний блок, чуть більше 8% поддержали би Об'єднение Самопоміч, 7,5% блок Петра Порошенко Солідарність, далі Батьківщина і радикальна партия Олега Ляшко. По данным соціологів, все остальные українські партии 5% бар'єр не прошли би, в тому числе і победитель прошлых парламентських выборов. Партия Народний фронт. І давайте действительно на этом закончимо. Вернёмся к ефиру через 8 минут. И поговорим вот о чём. Шок і трепет от нових тарифів. Комуналка взлетела. Що на очереди? Дивиденды на горе. За лечение атошников взялись аферисты. Джамала, победа в Стокгольме. Как за Джамалу голосовал Крым? Шок і трепет от нових тарифів. Комуналка взлетела. Що на очереди? Дивиденды на горе. За лечение атошников взялись аферисты. Джамала, победа в Стокгольме. Первое интервью после возвращения. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Возвращаемся в прямой эфир. И скоро у нас на прямой связи будет Крым. Там за Евровидением следили близкие друзья Джамалы. Ещё поговорим о политике. Месяц правительству Гройсмана. И в этой программе мы общаемся с новыми министрами. Для многих из них это первый прямой эфир в новой должности. В прошлом часе, помните, здесь был глава Мининфраструктуры. И вот буквально через минуту будет возможность понять приоритеты ещё одного министра. И о финансах давайте далее поговорим. На этой неделе в Украине наконец-то заработала миссия Международного валютного фонда. Событие, которого ждали долгие месяцы. Всё то время, пока продолжался политический кризис. Ну вот, что происходит на переговорах с представителями фонда? Давайте поговорим прямо сейчас с гостем. Министр финансов Украины Александр Данилюк к нам приехал. Да, вечер добрый. Проходите, пожалуйста, в студию. Ну и поговорим с ним о том, какое решение могут принять в фонде. Ну и самое главное, что должна сделать Украина, чтобы продолжилось кредитование. Добрый вечер, спасибо, что приехали. Я так понимаю, одно из первых ваших интервью в новой должности. Да, так и есть. Ух ты. Ну и тогда давайте с самого главного и начнём. По крайней мере, вот с самой обсуждаемой на этой неделе. Миссия МВФ. Вы лично вели переговоры? Да. Первая встреча миссии была со мной, поскольку я как бы являюсь основным переговорщиком со стороны Украины. У вас есть понимание, вот как дальше может быть выстроена вот эта дорога? Появилась миссия, когда дойдут до меморандума, когда могут дойти до решения Совета директоров? В принципе, сейчас основная задача это согласовать новую редакцию меморандума. После этого, когда это произойдёт, будет заседание Совета директоров МВФ, которое, я уверен, принято позитивное решение. То есть сейчас я не хочу забегать вперёд, самое главное, согласовать сам текст. Мы используем финансирование МВФ для того, чтобы профинансировать реформы в этой стране. Давайте по булевым точкам пройдёмся, вот так, чтобы просто зрители понимали вашу позицию, я понимал вашу позицию. В первую очередь, изменения в бюджет. Ну, вы прекрасно помните, наверное, лучше всех. Конец прошлого года, буквально под ёлочку, вот перед праздниками принимается бюджет с оговоркой, что да, 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 этот бюджет будет изменён, будет скорректирован. Ну и разные сроки назывались, говорили январь, говорили февраль. Вы видите необходимость корректировки бюджета? Вы планируете корректировку бюджета? Какую именно? Вот, как интересно, вы назвали это болевой точкой. Она действительно для меня является болевой точкой, вообще вопрос бюджетирования. Потому что я считаю его чрезвычайно непрозрачным и неэффективным. И считаю основной своей задачей, приоритетом, изменить как сам подход к формированию бюджета. Страна, давайте откровенно, её растаскивали. Да, у нас сейчас очень ограничены ресурсы. Взаимодействие с МВФ мы чрезвычайно ценим, потому что это доступ к этим ограниченным ресурсам, которые нам критически важны для реформирования страны. Так вот, ресурсов нет. А когда у нас нет ресурсов, нужно очень аккуратно, очень грамотно и ответственно планировать. Иначе, ну, знаете, там, если говорить, вот мы здесь заложим какую-то маленькую сумочку, а потом её немножко пересмотрим, вот в этом всём пересмотрении теряются миллиарды. Мы подадим в ближайшее время трёхлетнюю бюджетную резолюцию. Это очень важно. То есть это как первый раз будет подан такой документ. И мы сейчас начнём плотно работать с парламентом, обговаривая с ними укрупнённые параметры бюджета. Чтобы потом в рамках этих укрупнённых параметров, уже ближе к концу года, грубо говоря, мы уже обсуждали конкретный бюджет. Но в рамках параметров, которые мы согласуем сейчас. И тогда гораздо меньше будет возможности для того, чтобы где-то куда-то ушёл лишний миллиард. Ну, то есть у вас есть надежда, что бюджет 2017 года не будет приниматься, вот как было сейчас, в 30-х числах декабря. Я уверен в том, что бюджет будет принят раньше, и украинцы, а также депутаты, которые тоже являются украинскими гражданами, будут наслаждаться Новым годом, а не рассмотрением этого документа. Это налоговая реформа. То, что сполошило общество, то, что действительно обсуждали там и дома, и на кухнях, и в телеэфирах. Как вы её видите? И вот те достаточно пугающие вещи, которые озвучивали в прессе, когда там, ну вы помните, в конце прошлого года, когда было очень жёсткое обсуждение, был конфликт между правительством и бюджетным комитетом Верховной Рады. Вот как вы видите эти процессы сейчас? Если мы ударимся сейчас в популизм, который, естественно, понравится бизнесу в какое-то время, он придёт к тому, что государственные финансы начнут петь романсы. Поэтому для нас очень важно найти правильный баланс. То есть я за либеральную реформу, я однозначно за. Но, при этом надо понимать, что те потери, временные потери от поступления налогов должны быть чем-то компенсированы. У нас достаточно раздута затратная часть. Поэтому мы должны теперь очень внимательно взвешивать. Если мы найдём чёткие компенсаторы под более, ну, скажем так, под более низкие ставки, мы однозначно эту реформу запустим. У нас есть некоторые сферы, где теряется очень много денег. Там необходимо делать системные реформы, и тогда появляется возможность сэкономить на государственных затратах, которые не являются эффективными. Вот именно это и есть компенсаторы для налоговой реформы. Поэтому работа будет продолжаться, но запущена она будет, когда будут найдены такие компенсаторы. А пока фокус на улучшении администрирования. То есть сейчас очень много нареканий как раз на то, как администрируются налоги. То есть как себя ведут налоговые инспектора. Очень много компаний жалуются. Иногда, ну, очень часто, справедливо. И здесь очень важно изменить процедуры. В конце концов, нужно запустить реформу ДФС, которая заключается в том, что процедуры должны быть пересмотрены. Потом должны быть наняты, в конце концов, новые люди. И им должна быть предоставлена правильная зарплата. То есть достойная зарплата. То есть чудес не бывает. Ну, вы знаете, тогда последний вопрос. Явно у вас какой-то был план, там, не знаю уж, программа минимум, программа максимум, когда вышли в этот кабинет, в это министерство. Вы могли бы ее сформулировать? Вот какие задачи, не вдаваясь, может быть, в детали, вы поставили сами для себя, когда согласились занять эту должность? Я являюсь специалистом в реформировании. То есть я очень много времени уделил тому, чтобы проанализировать опыт других стран, самые успешные реформы. Я и моя команда были одни из авторов, ключевых авторов коллекционного соглашения, многих других стратегических документов. Поэтому я, придя на позицию министра финансов, я поставил себе задачу, чтобы министерство финансов стало двигателем реформ. В рамках этого, это новый бюджетный процесс, потому что это комплексный процесс, который влияет на самом деле на очень многие сферы. Это реформирование налоговой службы и мытницы. Это также продолжение финансовой децентрализации. Поэтому вот это основные мои приоритеты. Ну, знаете, я вам должен только тогда пожелать успехов в проведении этих реформ, потому что вот от того, что делает сейчас ваша команда, ну, жизнь каждого из нас. Вот, всех тех, кто нас смотрит, зависит. Спасибо. Спасибо, что были в студии. Спасибо вам большое. Мы говорили с министром финансов страны, говорили о тех реформах, которые сейчас проводятся, ну, и, в принципе, об итогах первого месяца правительства Гройсмана и нового министра финансов. Ну, и как меняется наша с вами жизнь, можно, конечно, судить, опираясь на статистику, как это делают чиновники, но понятнее всего то, что у нас с вами на столе. Ну, вот, к примеру, в Соединенных Штатах существует так называемый индекс Биг Мака, самой распространенной, доступной и самой любимой американцами еды, вот такого Биг Мака. Это не шутка, а вполне серьезный уже термин, который, ну, в том числе и в серьезной литературе встречается. Ну, а в наших реалиях, мы же с вами-то не американцы, можно ориентироваться вовсе не на заокеанский Биг Мак, а вот, к примеру, на индекс борща. Варить его украинцам все дороже, и по оценкам экспертов, главное украинское блюдо сегодня уже тянет на 88 гривен, ну, вот за такую, достаточно простую кастрюлю. Подорожало мясо, подорожало мясо, свекла, растительное масло, ну, вот, разве что, я смотрю на составляющие здесь, разве что картофель и капуста чуть подешевели, ну, еще и газ, с помощью которого варят все тот же самый борщ, в мае резко подскочил в цене. Вице-премьер по социальным вопросам вообще посоветовал селу отказаться от газа, вы не ослышались, отказаться полностью. То есть, если раньше все старались провести в селе газ, то теперь его, по версии Павла Розенко, нужно отключать в селе, помешивая и поваривая. Вот такой вот борщ, теперь уже достаточно дорогой, возмутились, министр что, с Марса? Но эту шутку вряд ли поймут сами жители Марса. Не планеты, а села в Черниговской области. Елена Механик как раз оттуда. Газ в каждое село. Еще недавно такой актуальный слоган теперь устарел. В столице для глубинки появилось новое альтернативное предложение. Забыть про газ, вспомнить про дрова. Мол, голубое топливо дешеветь уже не будет, а вязанку другую в деревне всегда отыскать можно. Это маленькое село хоть и газифицировано, но тут куда ни глянь. На дворе трава, на траве дрова. Так надежнее. Что пенсии, что зарплаты у местных с гульки нос. И каждый скачок тарифов – удар по семейному бюджету. Чтобы понять, как выживают, отправляемся на Марс. Село в Черниговской области, а заодно и в соседние. Еще только лето на подходе, а здесь уже думают о зиме. Просто брать и бросать. По одному. Ох, занозы! Топить лишь газом – непозволительная роскошь. И раньше, и уж теперь, когда цена выросла, вдвое. Одной телеги на зиму, на вот такой маленький домик, да? Да, потому что, как бабочки, газ кусается. 50 процентов плачу. И все равно дорого? Конечно, в хате штоплю. Те, у кого дома большие, давно ужались. У нас два котли – на дрова и на газ. А почему? Потому что надо экономить газ. Где взять дрова, для местных – не вопрос. Борить, рубайте. Мне, так как я сама живу, то дорого. Это полторы тысячи. Только одна машина. А сколько нужно на топительный зиму? Ну, две машины, хоть как надо. А эти пенсионеры о дровах слышать не хотят. Из села с символическим названием «Марс», где никогда не было газа, перебрались поближе к цивилизации. Что называется, с Марса на Землю. Ну, что ж, хоть будет дорожать, мы уже не подужаем дров им. А на газу мы только жить легче и даже хочется жить. И умирать не хочется. Наравиться. Новость о том, что в отопительный сезон им придется отдавать теперь в два раза больше, бывших жителей Марса огорчила. Но что там газ? Экономить приходится и на электричестве. На люстре пять плафонов, а лампочка всего одна. Включают или свет, или телевизор. Телевизор в темноте смотрите? Ну, а что видно, ходят там все. Показывают. Еще не привыкли к мартовскому подорожанию, а тут уже не за горами сентябрьское. К концу года платить за свет им надо будет в среднем гривен на 150 больше. Ну, хоть с водой пенсионерам повезло, она у них своя. У кого скважина, за холодную воду не платят вообще. А горячей воды в селе просто нет. Набираешь вот эту и греешь. Хочешь на плите, хочешь в электрочайнике, но тогда и платишь. Или за газ, или за свет. А вот у соседки Антонины вода из водопровода. Она зиму отключает, потому что трубы, может не выдержать мороза, полупаться. И код им дабы за водой. На часах 7 часов вечера время вечерней дуйки. Работы непочатый край. А что с этим делать вообще? Здесь день начинается и заканчивается одинаково. Вот так может? Ну, не знаю. Закончилось. А, не закончилось. Корову подай, поросятам дай, кур накорми. А еще огород. От рассвета до заката не присядет. Из коровы, что? Ну, хай, 800 тысячу возьмешь за молоко. Молоко 3 рубля. Что это молоко? Накладно. Ну, на что? На хлеб хватает. Там в магазине мыло, порошок какие-то купить. Таблетки. В селе каждая копейка на счету. На заваленке только и разговоров. Про очередное подорожание. Горевать, не горевать в украинской глубинке выбирают сами. Хотя столичные чиновники выбора не оставляют. Елена Механик, Наталья Неделько, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и разговор о тарифах. Продолжим далее с Юрием Анатольевичем Бойко. Он только что подъехал нам в студию. Да, вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, ну, повод поговорить серьезный. И не очень-то приятное было принято решение, которое повлияет без преувеличения на результат всего года. Повышение цены на газ для населения. Кабмин пошел на него перед майскими праздниками. Уступил давлению МВФ. Ну, теперь все подорожает же. И вода, и отопление. Могу я вас спросить, не только как политика, не столько как политика, а в первую очередь даже вот как одного из лучших специалистов именно по энергетике. А была возможность избежать этого решения? Ну, это вообще антинародное решение. И нелогично ни с какой точки зрения. Потому что, причем в этой ситуации, как такового давления МВФ не было, а было желание, наверное, проявить какой-то дружественный жест в отношении МВФ. Причем это сделали за счет собственных людей, за счет собственного народа. То есть авансом так, да? Авансом, да. И сделали абсолютно глупо. Потому что невозможно объяснить людям, что газ собственной добычи, который по конституции принадлежит народу, всем людям, которого по газовому балансу хватает для обеспечения населения страны, комфорки, индивидуальные котлы, обогрев. Так вот этот газ себестоимость его 700 гривен примерно, а его продают населению за 7 тысяч. В 10 раз дороже себестоимости. После этого дают субсидии тем, уже больше половины населения, которое не в состоянии платить. Это абсолютно антинародное решение. Мы будем требовать отмены его и возврата тарифа как минимум на прошлый уровень. Просто когда говорят, что будут платить субсидии, но ведь для среднего класса получается, что люди дважды платят. Один раз те, кто субсидии не получает, платят по повышенным тарифам, а второй раз из их же налогов идут субсидии. Совершенно верно. Более того, механизм выделения субсидий очень сложен, забюрократизирован. И простому человеку, допустим, пенсионеру, очень легко можно ошибиться при заполнении документов на начнение субсидий. Более того, когда только начнется отопительный сезон, уже пошли сигналы, и первую квартиру за долги в 14 тысяч гривен у людей продали в Луцке. И, к сожалению, это может принять массовое, станет массовым явлением, потому что люди не в состоянии платить коммунальные расходы таким образом, и у них просто будут отбирать жилье и продавать на аукционах. А насколько реально, что вот эти тарифы будут отменены? Я почему спрашиваю? Вот смотрите, у нас как только что-то дорожает, никогда же ведь вниз не идет. И вот есть ли шанс в нынешней Верховной Раде, при нынешнем раскладе сил, все-таки добиться того, что вот о чем вы сказали, чтобы тарифы снизили? Ну, если нет логики в действиях, а логики действительно в этих действиях нет, то это должно быть отменено. Не может правительство объяснить, почему оно собственным народу, собственным людям, в 10 раз дороже себестоимости, подает газ, который принадлежит по Конституции им. Поэтому действительно это будет отменено сегодня, или завтра, или через 3 месяца. Но эта система не работает. Я вас почему спросил, возможно ли что-то поменять, потому что все мы, я, зрители, мы смотрели на результаты этой недели, когда Рада после, кто в Канарском, кто в Мальдивском избирательном округе, коллеги ваши разлетелись, наконец-то собралась. И такое ощущение, не знаю, может быть вам изнутри лучше видно, но вот глядя за трансляциями, такое ощущение, что пшик, что за неделю практически, кроме кадровых назначений, ничего. Ну, действительно, Рада для людей не работает, потому что за всю пленарную неделю было принято 3 закона и 6 постановлений Верховного Совета. Представьте себе, чтобы с такой интенсивностью работали шахтеры или фермы. Вы бы давно уже голодали и сидели... Вы серьезно? 3 закона, 6 постановлений, 9 документов? 3 закона и 6 постановлений. 9 документов. Я не шучу, это правда. Причем, из них только один закон был принят, это по экономике, это закон, касающийся закупок для оборонной отрасли. А все остальное, это чисто политическое, начиная от назначения, изменения закона о прокуратуре и закона переименований городов, который нужен, может быть, тем политическим силам или тому институту памяти, а людям вообще он не нужен. Людям нужно было принимать изменения в бюджет, который дал бы возможность повысить социальные выплаты, отмену налогоблажения пенсии, что мы настаивали. Вместо этого занялись вот таким имитацией деятельности. И именно поэтому я убежден, что этот парламент не доработает до конца каденса, он будет переизбран, поскольку он не соответствует, его деятельность не соответствует интересам людей. Не случится ли наоборот, не случится ли, что, вот смотрите, из-за этих тарифов, из-за недовольства населения, все это, наоборот, цементирует каким-то образом коалицию, когда, понимая, что есть недовольство, они вынуждены будут отживаться друг с другом, только чтобы не допустить до сих пор. А я вообще не представляю, как они приезжают, особенно мажоритарщики, к себе на округа, и что они говорят людям после подобного рода голосования и подобной деятельности. Ведь когда общаются с людьми, да, высшие руководящие чины государства, им фильтруют аудиторию, они приходят на подготовленные вопросы, а мажоритарщики, справящие коалиции, они должны приезжать к людям и объяснять, что вообще они натворили. И что они им объясняют, это вообще непонятно. Поэтому я считаю, что никого ничего не сцементировать. Скандалы будут только нарастать. Внутреннее противоречие будет нарастать, поскольку нищают люди, рост радикальных настроений в обществе. И поэтому этот парламент обречен. Спасибо большое, спасибо за разговор. Юрий Бойко был на студии и говорили мы о тарифах, ну и, конечно же, о политике, которая напрямую с этими тарифами связана. Ну и не только о политике, в этом эфире мы сегодня много говорим, но и о коррупции. Судите сами. Чиновники зарабатывают и на дорогах, и на лесах, и в госпредприятиях. Но, оказывается, умудряются наживаться еще и на ветеранах АТО. Как это происходит? Олег Решетняк выяснил. Четырехзвездочные отели, бассейн, все по классу люкс. И самое главное, лучшие психологи страны все это обещают ветеранам АТО. Ну вот какое оно, лучшее? Воно аж никак не называется санитарно-курортным ликуванием, аж никак не можно это назвать. Это можно назвать безкоштовной комнатой в городе Трусковцы для солдата АТО. Роман Светюк один из тех, кому помощь психологов сейчас нужна, как никому. Каждую ночь ветераны АТО мучают кошмары, снятся обстрелы. То, что государство назвало психологической помощью, на самом деле оказалось психологическим шоком. Его должны были поселить в этот отель в курортном Трусковце. Четыре звезды, шик и блеск. Именно он выиграл тендер. Но почему-то боец АТО оказался в соседнем, в номере с ободранными стенами. Вдумайтесь, Украина платит за реабилитацию героев войны в таких номерах по пять тысяч гривен за каждого. Это за две недели отдыха. Всего же на психологическую помощь АТОшникам уходит 50 миллионов гривен в год. Вот только в чьи карманы? Кто на самом деле выигрывает тендеры? Вам сейчас принесут кучу, говорю, вот таких, как бы, мошеннических организаций. Говорю, они идеально, они наймут юристов за деньги, которые им идеально подготовят вам документы по тендер. Говорю, а мощные волонтерские структуры, у которых есть уже опытные психологи, просто не смогут вам на такой тендер подготовиться. То, что выигрывают фирмы-однодневки, видно на официальном сайте Государственной службы по делам ветеранов АТО. Вот, смотрите, психологическую помощь будет оказывать компания, которая на самом деле продает автозапчасти. Или вот, например, занимается мясом. Проводим эксперимент. Боец АТО пытается получить путевку. Звоним все в ту же службу по делам ветеранов АТО. Тишина. Горячая линия. Зараз не горячая. Мы попробовали найти санаторий и центры, куда ветераны поедут в этом году. Вот село Модричи во Львовской области. Санаторий проведет восстановление воинов АТО уже в этом году. Но тут такое впечатление жизнь остановила. Здесь нет ни отдыхающих, ни руководства. Двери везде заперты, а электричества и вовсе отсутствует. А это другое село. Хырев. По адресу компании, которая государство доверило оздоравливать бойцов АТО, старый заброшенный завод. Оказалось, реабилитационный центр с другой стороны. Но он только строится. А как же с главным требованием к победителям? Высококлассные, психологи и опыт лечения. Похоже, здесь об этом вообще не думают. Там мое бутыболин. Ну, что, если он пока еще не сильно готов. Ну, не сильно готов. Зато вот, что рассказывают об этом центре чиновники, которые сидят в столичных кабинетах. Вот у меня есть другие фото по Хирьеву. Я могу вам показать, это одна из комнат. Это, будь ласка, тоже комната. В чем тут проблема? Это спортивный, спортивный зал. Невероятно. Мы говорим об одном и том же центре. Мы в Чернигове. Здесь тоже есть реабилитационный центр, к которому у нас имеется ряд вопросов. По этому адресу есть все. И аптека, и банк, и даже филармония. Но реабилитационного центра пока мы не нашли. Спрашиваем у местных. Нет, это здание, здание филармонии, оно вообще любит. К проспекту Мира относятся, к центру. Я вообще не знаю, где здесь может быть какой-то центр. Здесь вообще нет. И даже на той улице нет. Обошли все парадное, но не нашли, что может напоминать центр психологической реабилитации. Обычный жилой дом. Чтобы просветить, где же здесь можно лечиться, звоним черниговским чиновникам. Здесь компания была создана за несколько дней до этого тендера. И вот стало интересно, что же тут за компания, что же тут за центр. И на сайте у нас совсем другой как бы адрес находится. То есть мы его ждали на том адресе, а вы на суда. Находим список победителей на официальном правительственном сайте. Мисту Чернигев. Смотрим. Номер лота 88. Цена 5160 гривен. Вот. Давайте его попытаемся найти здесь. Звоним директору фирмы-победительницы. Здесь вас никто никогда не видел и о вас ничего никогда не слышал. То юридический адрес, я же вам говорю. То есть смотрите, то есть я вас с радостью вас приглашу, то есть когда мы начнем работать. Первая моя реакция, это было, во-первых, удивление, потому как тендер открыт, адрес есть, а ничего здесь нет. Вот и получается, не приехали бы журналисты, чиновники бы отослали тех, кто прошел сквозь огонь войны в разруху уже мирной жизни. Только вот почему они не замечают этой разрухи, когда выигрываются тендеры для реабилитации воинов АТО? Может, просто не хотят замечать? Олег Решетняк, подробности недели, телеканал Интер. Ну вот такая ситуация. Смотрите, чиновники нашли способ наживаться даже на реабилитации ребят из зоны АТО. А вот насколько масштабна эта проблема? Давайте прямо сейчас поговорим. Виталий Дейнега, человек, которого, ну, наверное, вся страна знает благодаря его волонтерской деятельности. Виталий, вечер добрый. Да, спасибо, что присоединились к нам. Скажите, а вот то, о чем мы говорим в этом сюжете, это действительно масштабная проблема или это единичные случаи? Давайте вообще разберемся, существует ли в природе психологическая реабилитация в исполнении государства. Ну, то есть, она формально, то есть на бумаге она существует. На бумаге есть, да. И каждый, кто служил в АТО, может прийти в СОБЕС и получить две путевки. Одна путевка на санаторную реабилитацию, одна на психологическую. Значит, он приходит в СОБЕС, сидят две тети, одна дает такую путевку, одна такую. Он берет одну из этих путевок, независимо, у какой из этих двух женщин он ее берет, и он попадает, ну, простите, в забитый, савдеповский, с отпадающей плиткой санаторий, в котором нету психологов, даже если он взял психологическую путевку. И на этом, в принципе, все заканчивается. То есть, вот это вот и называют нас реабилитацией. Естественно, на такую реабилитацию, как бы, большинство лотошников даже не тратят свое время по итогу. Поэтому, тут уже могут быть злоупотребления с мертвыми душами и с другими вопросами. А ваша оценка, сколько ребят вообще нуждаются в реабилитации? Это сотни, это тысячи, это все, кто был когда-либо на фронте? Ну, в странах НАТО это все. Ты не можешь получить в НАТО вот свою корочку назад, там, со статусом участника боевых действий, если ты не прошел психолога. Это не обязательно делать санаторий, это можно делать по месту жительства в Киеве, Житомире, в любом городе. Но поймите, человек, ну, он, война его меняет. Посмотрите, что было с афганцами, во что превратились афганцы спустя, там, несколько лет после войны. Они превратились в криминал. Большинство ребят, кого я знаю, лотошников, вернувшись из АТО, не нашли себя, по крайней мере, сразу в мирной жизни. Они не могут работать на старой работе, понимаете? Потому что, ну, после этих потрясений она их уже не трогает. Многие увольняются, даже если за ними сохранялось рабочее место. Понимаете? И вот это все через какое-то время. Они либо сядут на стакан, либо они могут стать криминалом. Понимаете? И это очень большая опасность, которую и должно предотвращать государство. Потому что потом это все, если мы атошников не реабилитируем нормально и не позволим им сохранить, скажем, в себе вот этот подвиг, эти ценности, которые они там сделали, то потом мы это все все равно выплюнем огромными тратами на полицию и на борьбу с криминалом. Ну, будем надеяться, что после нашего эфира хоть что-то все-таки изменится. После нашего и такой, как наше. Спасибо, что были с нами, что присоединились. И надеемся, что и в новом правительстве вот этой теме, где специальный вице-премьер, насколько я понимаю, появился, все-таки этому уделят внимание. Далее. Далее о Евровидении. Главная тема этого дня, ну и, похоже, всей недели. И это и будущее. Крым. Сегодня ночью там особенно внимательно следили за конкурсом. На полуострове ведь сейчас живут близкие Джамалы, ее друзья и соседи. Наш корреспондент Юлия Крючкова побывала на родине Джамалы на южном берегу Крыма. Вот сейчас она с нами оттуда на связи. Юль, а как все происходило? Ну что, до самой ночи не могли уснуть? Дима, Крым сегодня действительно не спал. Многие здесь болели за свою землячку Джамалу. Она из поселка Малореченское, что на берегу Черного моря, это между Алуштой и Судаком, там до сих пор живет ее семья. Правда, сама Джамала почти два года не приезжала домой с того момента, как полуостров и материк разделила линия разграничения. Мы поехали в Малореченское и смотрели финал Евровидения вместе с соседями. Самые сильные участники для меня это Сергей Лазарев и Джамала. Но если взять их двоих, то реально это Джамала. У нее очень сильный голос, у нее очень такой диапазон, она умничка во всех отношениях. Лазарев, он по-своему очень хорошо мальчик поет. Я переживаю, мы с родителями тут дружим, мы рядом живем. Переживаем. Ждем итоги. Джамала, на тебя все надеи, ты наша, Украина. Мы хотели поговорить и с родителями Джамалы. У них в Малореченском небольшой отель, вместе с ними дождаться результатов, но они сейчас не общаются с прессой. Слишком много к ним внимания, но точно знаем, что отец и мать Джамалы из Крыма не выезжали ни в Стокгольм, ни в Киев и были дома. И можно только представить, какие сегодня ночью у них были эмоции. Напомню, во время голосования зрителей Россия отдала Украине 10 баллов, а Украина России 12. И сколько Крым отдал голосов, из-за кого, наверное, не знают даже организаторы Евровидения, в то же время жюри двух стран обменялись нулями. Студия. Юля, скажи, пожалуйста, ну вот, если организаторы не знают, сколько Крым отдал голосов, наверняка, что и людей расспросила. Тут важный вопрос, а за кого они сами голосовали? Ну, с одной стороны, украинская территория, с территории Украины обычно нельзя голосовать за украинского артиста, с другой стороны, операторы, там их наверняка российские, то есть, могли родственники и друзья вот смс-ку заветную отправить за Джамалу? Воспользовались этой возможностью. Дима, вот я сейчас вам все объясню. С голосованием крымчан с одной стороны все действительно запутано, но с другой все очень просто. Европа не признает Крым российским и по правилам Евровидения крымчане действительно не могли голосовать за Украину, но по факту вышло совсем наоборот. Здесь у всех номера российских мобильных операторов, то есть, начинаются они с цифры 7, а дальше, ну, например, у меня, да и в основной массе крымчан код Краснодара. И все наши номера на территории Крыма работают в роуминге. Получается, что отосланные смс-ки с цифрой 21, а именно под этим номером выступала Джамала, идентифицируются как российские, более того, материковые, а значит, легко могут идти в зачет Украины. А вот за Россию нет. Такой получился казус. Дима. Да, коллега, понятно, но в любом случае тогда и родной Крым Джамалу тоже поддержал, но вот такими были на этой неделе подробности недели. Много ярких событий, много событий, которые порадовали. Спасибо, что смотрели и встретимся здесь, в этой студии в следующее воскресенье. счастлива. 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 Счастлива.